Ах, ребята, не хватило, не хватило! О, нет! Половина жетончика этого... О, сколько пиратов! Два с половиной жетона, этого очень мало! Давай я ещё... Ой-ой-ой, ребята! Так у нас жизни нету! Я только сейчас заметил! Всем привет, ребята! С вами Никита и Гранд Хилл Клайн в третью часть! Сегодня у нас Пасха! Поэтому мы сегодня, ребята, будем выполнять такое вот задание связанное с пасхальными тачками! Как вы знаете, в том году мы с вами в пасхальной охоте, вот он, выиграли Ребистера, ребята, такого пасхального кролика! А в этом году у нас появилось ещё две новых тачки, но мы с вами, ребята, будем именно сравнивать пасхальное яйцо! Потому что оно у нас с вами ассоциируется с Пасхой! Вот он, ребята, яйцелот! То есть две такие вот тачки, которые очень сильно относятся к Пасхе, это яйцо, это кролик, и поэтому, ребята, будет такой вот у нас тест двух тачек, узнаем, какая из этих машинок самая сильная! По традиции давайте, ребята, перейдём в коллекцию хищных машинок, откроем, так, давайте, откроем Ребистера, нашего пасхального кролика, и откроем яйцо нашего яйцелота! А что мы видим, ребята? По броняке Ребистер круче, по турбо тоже круче, а вот по движку, по скорости и по урону Ребистер хуже! Ну, в целом, будет 50 на 50, да? Я думаю, да, ребята! 50 на 50, то есть, в принципе, две одинаковые пасхальные тачки у нас! Ну что, давайте, какую первую тачку, ребята, берём? Давайте возьмём кролика, вот он! Так, вот наш кролик, бомбочки у всех стоят уменьшительные, дроники у нас, по-моему, с вами отключены, и что, давайте, какой-нибудь выберем уровень, пускай это будет, ну, давайте, 45-й на новой локации пасхальный остров, и на этом 45-м уровне сначала попробуем с вами, ребята, максимально много собрать рубинчиков, а потом будем сражаться с босиком, для того, чтобы у нас было всё по-честному. Спины, конечно же, не крутим. Так, погнали, ребята! Первая тачка 2018 года, которая ассоциируется с Пасхой, это наш пасхальный кролик. Так, всё, смотрим, как лучше ездить. Давайте на пляж прыгнем. Пускай он своё морковка всех дубасит. Так, нам надо обязательно гражданских сбивать. Так, эй, гражданских, куда? Куда, куда, куда? Фу, успели. Успели его приглушить бомбочкой. Так, ещё один гражданский, ух ты, сваливаются, откуда-то сверху падают. Но ничего, нам главное ещё рубинчики, побольше рубинчиков собирать. Ух ты! Какой маленький пиратик нас пытался догнать. вы, ребята, обязательно напишите в комментарии, вы хоть все тачки уже прокачали или нет, потому что где-нибудь, я думаю, через какое-то уже ближайшее время, месяц-два, и может быть нас какое-нибудь следующее обновление будет ждать. А может быть, уже, ребята, выйдет карлескар 4. Будет очень интересно поиграть в новую игрушку. Ну что? Так, два с половиной жуточка, ребята. Очень плохо, очень плохо. Фу, турбочка хорошая. Нормально перелетели. Так, где эти полицейские? Я не понял. Ой, вернее, где эти пиратики? Так, ребята, где-то они, они где-то рядом. Вопрос только в том, где. Ну, не знаю, мы, значит, плохо едем, что мы внизу, потому что вся движуха происходит сверху. Ну, может, здесь они хотя бы выпадут? Вот они, ребята, сколько их, смотрите, этих пиратов. Они, как, не знаю, вы видели, какое их количество? Они просто засыпали нас. Так, два гражданских. Ах, ребята, не хватило, не хватило. Нет, вы видели, мы не смогли дотянуться до третьего жетона. Ну, смотрим, ладно, сколько получается у нас рубинов. Так, 1172. Х2, конечно же, не делаем. Запоминаем это число. И сейчас выбираем яйца лота. Так, давайте, перейдем в гараж. Найдем нашего яйца лота, наше яйцо. И сейчас попробуем тот же самый уровень, но пройти уже на яйца лоте. Может быть, ему удастся собрать три жетончика. Так, давайте, поехали. Все-таки, видите, без дронов тяжело. Дроны большой вклад вносят, потому что всех гасят. Так, пиратики, пиратики. Так, иди сюда, гражданский. На, пират какой-то, лодка, лодка-пират. Так, еще там гражданские. Иди сюда, а ну-ка, гражданские стоять. Есть, хорошо, но яйца лота мощная. Мощная атака. Ух ты, как мы быстро, ребята, уже один жетон собрали. Моментально, так, в этом полежим, подождем. Где-то пиратики. А, они тоже, наверное, ребята там сверху. Вот, сейчас будет падать. Нет, никто не упал. Где-то, где-то едут. Вот они, вот они, вот они. Так, давай, давай, иди сюда. Так, сколько? Два с половиной жетончика этого. Оу, сколько пиратов, два с половиной жетона этого очень мало. У нас закончились бомбочки. Так, на тебе бомбу. Дай тебе на бомбу. Так, э, пиратики. Так, все, лежим, прохлаждаемся. Нам это, ребята, как-то их мочкарить. Есть, два жетона. Еле два жетона вырвали. Да, проблемки, проблемки у нас без дронов. Очень слабенько получается. Так, а, тоже они сверху, где-то пиратики там ездят. Но сейчас будет на нас обвало, я так понимаю. И мы должны будем успеть сделать третий жетончик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, немножко нам не повезло. Упали. Ну все, сейчас, ребята, лежим. и будем всех этих пиратов. Так, иди сюда. А, он там парализованный. Так, где-то... Вот пират. Есть. Короче, мы всех, ребята, сбили, но жетонов нам вообще не подкинули. Копейки, просто копейки. Ну ладно, значит, на двух жетончиках только. Так, еще где-то маленький пиратик. Да, тоже, ребята, видите, три жетона не удалось нам собрать без дронов. Но ничего, зато все по-честному. Сколько у нас тут будет рубинчиков? Да, ребята, 1587, а там было 1172. Так что здесь, в этом раунде яйцелот побеждает однозначно. Ну что, теперь финальное испытание. Это битва с боссом. Давайте будем испытывать на новом боссе на подлодке наши тачки. Естественно, они подлодку смогут победить. Вопрос, кто это сделает быстрее, тот и выиграл. Так, давайте будем засекать время. Первый у нас яйцелот. Поехали. Так, спины отключаем, ребята. Яйцелот готов. Три, два, один. Погнали. Время пошло. У нас нам нужно как можно быстрее загасить подлодочку. Вот она подлодка, ребята, повез. Что, давайте ближний бой, наверное, и все. Ближний бой. Так, яйцелотик. Тебе, наверное, максимально... Бомбочек. А что нам 8 бомбочек-то подкинули? На, тогда на тебе куча бомб. На, еще две бомбы. Странно, почему у нас там было 8 бомб. Мы же вроде спинчик не крутили, ничего такого. Так. Давай я еще... Ой-ой-ой, ребята, так у нас жизни нету. Я только сейчас заметил. Смотрите, какой яйцелот потрепанный. Короче, бегством кинулись. Да, е-мое, мне надо жизни, ребята. Жизни надо. Так, спокойненько. Спокойно. Если к нам подъедет подлодка, я на нее все бомбы скину. А вот и жизняки. Фу, подоспели жизняки вовремя. Вот она, подлодка. Ну что? Давай ты погибай уже. Есть, ребята. Ну да, это серьезно, конечно. Минута 0,5 где-то приблизительно. Да, подлодка. У нее очень такая броняка. Сильная, поэтому не получается. Даже уменьшительными бомбочками мы с вами так быстро не можем победить этого босика. Ну что, теперь дело за Рэббитстером. Я не знаю, ребята, если честно, не уверен. Не уверен, что Рэббитстер так сможет быстро, быстрее, чем яйцелот сделать новенького босика. Ну что, сейчас посмотрим. Так, спинчики отключаем. Ну что, ребята, ответ Рэббитстера 3, 2, 1, поехали. Давай, кролик. Ты сможешь быстрее эту подлодку. Вот она, подлодка появилась. давай, 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 кролик, давай, мочи своей морковкой. Не знаю, как по броняке, но будем смотреть. Так, спокойненько. Да, мы вообще ничего не отнимаем этой подлодке. На тебе хотя бы бомбочку одну. Ой, уже, ребята, кролик потрепанный. Все, короче, можно, можно отправляться в поиски, в поиски за бомбочками и жизнью. Главное, жизняку взять успеть. Так, поехали, поехали, поехали. Бомберы, бомберы, а вот и жизнь. Есть, ребята, у нас есть шанс. Давай-ка, подлодка, иди сюда, я тебя здесь жду. И 7 бомбочек еще есть. Так, давай, морковку доставай свою. Расчехляй морковку, Рэббитстер. Так, надо как-то встать под него, подребить, стараться. Так, 9 бомбочек, ребята, 9 бомбочек. Так, короче, бомбы поехали. Столько бомб скинул, но не особо. Ах, мимо. Да, ребята, уже, короче, по времени мы не уложились. Яйцелотик на нас был быстрее, но сейчас фишка в том, чтобы вообще победить эту подлодку. Так, давайте, давайте еще, может, жизнь какую найдем. бомбочкой промазал. Так, на тебе две бомбы. Одну пока скинули. Так, нет, 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 ух ты, мы еще и уязвимость, ребята, взяли. Да, все, короче, все. Рэббистор не смог вообще победить подлодку. Ну что, ребята, как вы видите, в этом раунде однозначно побеждает тоже Яйцелот. Так что, какой можно сделать вывод из двух пасхальных тачек, пасхального кролика и пасхального яйца, все-таки мощнее оказалось Яйцо, Яйцелот, наша новая тачка. Ну что, ребята, на этом все. С вами был Никита. Открывайте новые тачки, прокачивайте, если вы их еще не сделали, подписывайтесь на канал. До скорого в следующих видосиках. Пока-пока.